Здравствуйте! В студии работает Любовь Курьянова. Вы смотрите «Новости русского мира». О событиях этой недели узнаем из сюжетов наших народных корреспондентов в этом выпуске. В Москве открылась выставка «Наша Пушкиняна». Владимира Суздальский музей расскажет о столетии русского исхода. Поезд «Народные промыслы» стартует в столичной подземке. А теперь более подробно об этих и других новостях. 89 кустов роз появились в саду при музее имени Александра Пушкина. А экспозиция в залах пополнилась уникальными художественными произведениями. Каждый из них – символическая отсылка к творчеству и жизни поэта. На открытии выставки «Наша Пушкиняна» побывала наш специальный корреспондент Полина Прокопенко. Татьяна и Сергей Подстанинский уже много лет сотрудничают с Государственным музеем имени Пушкина. При участии московских коллекционеров прошли не один десяток выставок, но в этот раз дар музею перешла поистине уникальная коллекция. Более ста предметов из пушкинской эпохи были заявлены на главной экспозиции. Некоторые из них входили в легендарную коллекцию Сержа Лефаря, самого известного собирателя пушкинских реликвий. Название нашей выставки – это отсылка к знаменитой книжке Сержа Лефаря «Моя Пушкиняна». Книга, в которую Лефарь собрал те предметы, которые находились в его коллекции и связаны с Пушкиным. И, что интересно, некоторые вещи из коллекции Лефаря и из этой книжки перекочевали уже в нашу коллекцию и уже на эту выставку. Практически любая здесь вещь, она так или иначе может быть привязана к жизни Пушкина. Либо это портреты людей, которые Пушкина познали, изображения мест, где Пушкин бывал. Но некоторые вещи, они действительно совершенно уникальны, поскольку, можно сказать, что от них до Пушкина практически одно рукопожатие. Изобразительное и прикладное искусство работы иностранных мастеров и русских художников – все экспонаты так или иначе связаны с жизнью и творчеством Александра Сергеевича. Каждый из залов музея покажет свою историю. Так, в залах «Пролог» и «Бальный» зрители встретят полотна коллекции Лефаря. В распоряжении музея оказались прижизненный портрет Петра I, а также Федора Гальдгайера, директора Царскосельского лицея, в котором учился Пушкин. Онегинский зал познакомит с близкими и друзьями поэта, которых с помощью кисти и акварели запечатлели художники XIX века. Вспоминая о творчестве Александра Сергеевича, нельзя не упомянуть о символическом образе цветов в его произведениях. Они всегда занимали особое место. Самый излюбленный цветок поэта – розы. В его стихотворениях и поэмах он упоминается 89 раз. Именно столько кустов прекрасного растения подарила в честь открытия выставки главный директор питомника «Гарден Клад» Людмила Ижукова. Усадебный сад, музей на Причистенке – это великолепный образец вообще тех времен. Это чудесное место. Хотелось, чтобы люди, приходящие в этот сад, наслаждались цветами, поэтом, историей, садом. Выставка продлится до 4 октября. Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». Узнать больше об истории российских городов, народной самобытности и традиции теперь можно в московском метро. Тематический поезд «Народные промыслы» появился на Арбатско-Покровской линии. В необычном вагоне прокатилась и наша съемочная группа. Разноцветная городецкая роспись, клинские елочные игрушки, хохлома и вышивки из разных краев России теперь украшают синюю ветку московского метро. Новый социальный проект от Роспатента и Ассоциации народных художественных промыслов России неспроста нашел свое воплощение именно в метрополитене. По мнению организаторов, такое решение поможет пассажирам узнать больше об истории и природной исключительности регионов России. Мы выбрали наиболее значимые, наиболее такие известные промыслы. Это порядка, наверное, около 50 промыслов. Там и лаковая миниатюра, и кружево, и металл, и косточка. Все наши 14 направления. Каждый вагон метропоезда – это история отдельного промысла или края. Двери и стены расписаны характерными узорами. Те, кто захочет узнать больше, смогут воспользоваться QR-кодом и получить полную информацию. Сегодня этот проект, во-первых, брендированные поезда – это еще один для нас инструмент общения с пассажирами. Пассажиропоток растет с каждым днем. Это означает, что и интерес к культурным ценностям нашей страны в целом возрастает, потому что вот эти такие интересные проекты, они как раз рассказывают про достижения народов нашей огромной страны. Народные промыслы – это часть мирового культурного наследия. Многие из них прошли регистрацию в Роспатенте и охраняются законодательством. 27 июля на территории РФ вступил в силу закон, с которым вводится новое понятие интеллектуальной собственности – географическое указание. Так региональные бренды получат больше возможностей для продвижения не только на российских, но и зарубежных рынках. Подобная продукция будет иметь особую маркировку, которую разработал Роспатент. К столетию русского исхода во Владимира Суздальском музее-заповеднике появится выставка «Пыль чужих дорог». Личные вещи иммигрантов-земляков и уникальные артефакты, которые попали в коллекцию сотрудников музея, расскажут подлинную историю русской эмиграции 20 века. Осень 1920 года для многих русских стала последней в России. Свержение царя, гражданская война и смута в государстве вынудили их бежать из страны. На тот момент около 150 тысяч военных и обычных граждан находились в Крыму. Полуостров они видели возможным спасением для будущей России, но, увы, воссоздать здесь отдельное государство не получилось. Красная армия быстро осадила города Крыма, и беженцам ничего не оставалось, кроме того, как покинуть родные просторы. Русский исход – это особая страница нашей истории, о которой должны знать и помнить не только современное, но и будущее поколение. Работники Владимира Суздальского музея-заповедника после пятилетней работы над сбором уникальных артефактов и личных вещей русских эмигрантов приняли решение создать памятную выставку «Пыль чужих дорог». Экспозиция представит более двухсот предметов. В двуникальную коллекцию также войдут личные вещи писателя Ивана Шмелева, который эмигрировал из России в 1922 году. В руках у музейщиков находятся очень важные вещи. Это документы, свидетельства, вещи, как мы говорим, артефакты. И, опираясь на все это, пожалуй, именно мы выполняем миссию говорить обо всем, говорить правдиво. И мы должны об этом говорить. И очень важно, чтобы на просторах Владимира Суздальской земли, которая принимает такое огромное количество туристов, а я убеждена, что наши туристы к нам вернутся, и этот ручеек скоро опять станет полноводной рекой, очень важно, чтобы было пространство, где мы говорим о начале 20-го столетия, который без всякого сомнения стал переломным в истории государства. И мы рассматриваем эту выставку, которую мы планируем открыть 15 октября «Пыль чужих дорог», как генеральную репетицию будущей стационарной экспозиции. Проект выставки и часть музейных экспонатов сотрудники музея представили директору Дома русского зарубежья Виктору Москвину. Его особое внимание привлекли те артефакты, которые хранились на земле Владимирского края. Москвин отметил, что он надеется на создание постоянной экспозиции, посвященной мигрантам Владимирской области. То, что я увидел, это поражает, что это уникальные материалы, уникальные документы. Часть нашей истории, часть русской истории. Бузей, он ведь как раз говорит о многих выдающихся людях, уроженцев Владимирской земли, уроженцев России, которые оказались в эмиграции, но которые любили Россию, которые жили для России. И это огромный, колоссальнейший потенциал. То есть мы должны тут разрыв русской истории, русской культуры, который произошел в 20-м столетии, преодолеть. И это колоссальный вклад в будущее страны. Взглянуть на историю русского исхода можно будет уже в октябре. Песни Виктора Цоя прозвучали в русском центре города Старозагора. Такой необычный урок русского языка провели волонтеры. Дети ознакомились с творчеством культового исполнителя и подготовили презентации о его жизненном пути. Как прошел музыкальный урок, смотрим в следующем сюжете. В 2020 году Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. Он вошел в историю советской молодежи настоящей рок-легендой. Его песни звучали в каждом дворе, а молодые люди даже вели особую моду, которая так и называлась – под Цоя. Творчество Цоя помнят ищут не только в России, но и за рубежом. Волонтеры и сотрудники русского центра в Болгарии посвятили музыканту отдельное занятие русского языка. Дети услышали знаменитые песни, прониклись в рок-атмосферы конца 80-х и рассказали сверстникам о биографии культового артиста. Ежегодно 15 августа поклонники рок-музыканта отмечают День памяти Виктора Цоя. В Москве у памятной стены проходят концерты. Люди приходят сюда вознести цветы и спеть любимые песни, чтобы почтить память исполнителя. Наш следующий сюжет участвует в конкурсе «Корреспондент русского мира». Репортаж о послах русского языка пришел от Софии Рахвадзе из студенческого медиа-центра города Саратова. Смотрим. Волонтерские структуры подразделяются на десятки подвидов. Но слышали ли вы что-нибудь о волонтерах русского языка? Мы приезжаем в какую-нибудь страну и рассказываем о России, рассказываем о нашей культуре. Мы приехали дружить. Вот самое главное. Послы – это волонтеры. Волонтеры, главной задачей которых является сохранение русского языка, его многовековой культуры и самобытности. Даниил рассказал нам о диалектологических практиках, экспедициях по изучению языка, которые проходят студенты филфака и будущие участники международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». Отправляемся в село Новокумское Ставропольского края. Казаки-некрасовцы – народ, живший здесь в 17 веке, после эмигрировавшей в Турцию и вернувшейся назад в 1962 году. Это семья Пашины, встречи и гостей. Давайте знакомиться. Давайте. Семейная пара представителей той самой редчайшей казачьей народности. Гавриле Михайловичу и Доне Ефимовне летом по хозяйству помогают девять внуков. Все мальчики. А сегодня помогать будем мы, став на один день волонтерами социальной и культурной направленности одновременно. Ну что ж, пора за работу. В процессе общения мы определили некоторые особенности речи казаков-некрасовцев. Смягчение слов и влияние турецкого прошлого отчетливо ощущается на слух. Говорили не уху, говорим, а шарба. Шарба – это значит, что все знают, что это из рыбы. Шарба с кулака пышечки, ермик. Местная кухня также отличается колоритными названиями. И что неудивительно, уникальной техникой приготовления. Не говоря уже о вкусе. Мы что-то останемся. Обычный день в необычной семье подходит к концу. По хозяйству помогли, особенности уникального народного диалекта усвоили и даже с культурой познакомиться успели. Эта поездка дала понять, что волонтерами становятся люди с самым большим сердцем и широкой душой. И как сказал один наш знакомый волонтер, волонтерство. Это моя жизнь. Анастасия с подарик Даниил Артемов специально для российской студенческой весны. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова